Это «Вместе растем», мы читаем ваши комментарии, даем свое весомое на личном опыте основанное мнение и отвечаем на то, что есть сейчас. И я рад был с Александром Сафроновым. Очень боюсь рисков, 90-е могут вернуться, это было страшно. А страшно что? Ну, видимо, что придет злой человек, очень коротко стриженный, в очень кожаной куртке, и начнет требовать деньги. У нас есть три развития событий. Тут получается, первое развитие событий «мне страшно, нужно идти в этот страх», потому что, когда нам страшно, надо понять, что нам страшно, и это прожить. Ну, это логично, да, то есть «мне страшно что-то», что ты боишься, допустим, потерять, потерять что? Ну, уже подумай, что ты создала это и уже потерял. И страшно же, создать что-то новое. Мы говорим сейчас о малом предпринимательстве, мы не говорим о каких-то великих корпорациях. Все, что было, вложил и все потерять. Это значит потерять все, что есть. Я в настоящее время у государства такие вещи, ну нет, ну это, ну нет. Но это мы говорим о каких-то таких вообще великих вещах, что нам туда еще пешком идти, как до китайской стены. Давайте просто начинать делать, и не надо бояться наших страхов. Если страшно, выпиши, ручкой возьми, напиши себе, чего ты боишься. Вот прям реально, какой у тебя страх? Человек пишет, я боюсь потерять. Потерять что? Потерять бизнес, потерять, значит, деньги, остаться без крова. Что именно? Что страшно? Страшно, когда у тебя нет зарплаты сотрудника выплатить. Это страшно. Страшно, когда там, не знаю, счета арестовали, налоги ты не заплатил. Это страшно, когда ты имел все, и у тебя все в блоке, допустим, да? То есть это страшно. А что страшно-то? У нас государство ничего не отнимает. Они все только дают нам. Просто бери и делай. Ну, тут не только про государство, наверное, но и про, так сказать, преступность. Есть у нас организованная? Ну, может, она и есть, но я не хочу. А мы, как малый предприниматель, пока ее не интересует. Малое предпринимательство, да. Ну, мы не говорим, что мы сейчас рынок будем организовывать, да, правда ведь? Или какое-то... Нет. Мы говорим о том, что мы зарабатываем на собственную жизнь, но небольшими доходами. Но по факту там, ну, малое предпринимательство от 100 там до 2-3 миллионов. Прибыльная часть. Ну, кому ты там нужен со своими этими деньгами? Не надо бояться, надо делать. Ну, в общем, попробовать как минимум стоит. Страхи свои все нужно выписать, разобраться. Вероятно, есть не страхи, а один какой-то конкретный страх, и его проработать. Или написать нам в комментах, а мы его проработаем. Скорее всего, это человек, который в детстве что-то потерял важное. Потому что, когда такой страх, то, скорее всего, это туда надо куда-то идти. Ну, это мы просто... На подумать. Ну, и раз мы тут говорили про страну, есть в такой качестве развлекательного формата. А вот в Европе прозрачные законы, и отчетность тоже точная. Такое мнение у нас в комментариях. Я думаю, ты можешь с ним не согласиться. Я не согласна. У нас самое лучшее государство, и мне за это не платят. К сожалению. Нет, нет, к сожалению, все в порядке. Я считаю, что тот, кто это написал, не жил в Европе. У меня был опыт проживания в Европе, и немножечко знаком с законодательством. Если все так думают, что так легко сделать бизнес в Дубае, либо в Германии, либо в Швейцарии, либо в других странах, ну, не знаю, товарищи, я бы не стала об этом утверждать. У нас государство, где проценты маленькие. Мы налоги платим, по факту, маленькие. Ну, то есть для многих это много, но по факту это ничего. Ну, возможно, сейчас банки немножечко, да, там, у них штормит по некоторым причинам. Вот, а все остальное нет такого. У нас самое лучшее государство – это факт. В отношении бизнеса. Это, наверное, думают те люди, которые, ну, не готовы открывать бизнес. Ищут причина. Это же опять, собственно, причина. Ну, там, вот, у нас так все сложно. У нас не сложно. У нас три кнопки, и ты самозанятый. Ты можешь пойти в любую налоговую или подать документы через госуслуги. У тебя уже ИП, ООО. Ну, нет сложности. Я в Европе не жил, но я смотрел фильм «Такси». И вот он там весь фильм пытается, первую половину, получить лицензию таксиста для того, чтобы начать работать. Поэтому, кстати, по-моему, этот актер живет у нас в России. Да? Да, регулярно у нас бывает. Поэтому, нет, у нас прекрасное государство, не так все сложно. Все очень просто, разобрался и сделай. И еще много программ, которые объясняют. Ждем Самира Насири к нам в гости, конечно. Кстати, да. Вам говорили, что, в общем, все не так сложно. Попробуйте. Напишите нам комментарий после того, как попробовали, а не перед этим. Ну, в смысле, ну, попробуйте. Напишите, что я попробовал, и у нас очень плохая налоговая, там, законодательная база вот в том-то и в том-то. И мы будем с этим разбираться. А когда комментарий, что, ну, у нас все сложно, в Европе все просто, есть ощущение, что он в некотором роде безоснователем. Есть вопросы, наверное, не столько к эксперту, к которому комментарий был написан, сколько, наверное, риторические или нет. Может быть, есть ответ. Давай разбираться. Я крутой, но узкий специалист в своей теме. Открывать бизнес или оставаться в найме? Я предполагаю, что надо собрать команду, и, возможно, его крутость расширит возможности команды. И таким образом появятся новые клиенты. В зависимости от того, какое количество клиентов у него. Если у него клиентов так много, что он не успевает справиться с заказами, то тогда, наверное, брать команду и расширяться. Ну, наверное, прости, что перебиваю, клиент это не у него, а у компании, в которой он работает. Если он уйдет, и следующий фильм, который мы разберем, например, это Нитленко с Томом Крузом, когда он встает и говорит, я ухожу, кто со мной, и никто не уходит. Он один уходит из компании и пытается найти себе клиента. И, в общем, там не все гладко у него выходит. То есть клиент есть у компании, он в этой компании специалист, он считает себя крутым. Но идти в бизнес ему страшно, потому что он именно узкий специалист. Он во всех сферах, которые необходимы для того, чтобы все организовать, может быть, не молодец. Я предполагаю, что здесь как раз может сработать история личного бренда, который сейчас все просто со всех углов. Личный бренд, личный бренд. Но на самом деле личный бренд – это же не только то, о чем сейчас говорят. Это может быть личный бренд любого медика, который хорошо нарабатывает базу. То есть у него большое количество клиентов. Хороший айтишник, который какой-то… То есть он понимает, что даже если он уйдет из найма, он останется тем же самозанятым, но у него будет большой поток клиентов. И если, я так понимаю, как ты сейчас сказала, Нитленко, я просто не помню, чем закончился фильм. Мы разберем. Если он такой самоуверенный и уходит, типа, ему у меня сейчас будет большое количество клиентов, он, конечно, может получить фиаско. Это числа – дело хорошее, но не всегда это плюс. Узкий специалист, но не факт, что он хороший менеджер, а бизнес – это про процессы. Тебе нужно все выстраивать, тебе нужно, чтобы все работало. Ну, да, это на самом деле так. Когда-то давно я помню, что девушка убрала в найм, она говорит, я очень хочу быть ивенщиком. Я задаю вопрос, ты знаешь, кто такой ивенщик? Он говорит, да, это организатор мероприятия. Я говорю, ты знаешь, кто стоит за организатором мероприятия? Она говорит, ну да, это когда приходишь, и все красиво. Я говорю, нет, это смертное нормирование, это юридические отделы, ты можешь быть грузчиком, ты должен разбираться в электрике. Но ты вот эта Дженнифер Лопес, которая бегает с костюмом, раскрывает, а у тебя здесь, значит, успокоительная, иголки, нитки, все остальное. То есть ты должен иметь многое. Поэтому вопрос, если ты в себе организаторские способности развиваешь, и в тебе это есть, то ты справишься. Если ты с этим понимаешь, что вот нет, и иногда у тебя есть завал, такой некий завал, то, наверное, я бы сделала, я взяла бы управляющего. Сейчас очень много хороших ребят, управляющих, с опытом работы в той сфере, в которой вы работаете. Да, вы потратите деньги, допустим, на тот управляющего, но вы можете развиваться тогда в своем мышлении, развивать в этом бизнесе. Но управляющий будет выстраивать эти все процессы, не все умеют это делать. Поэтому, да, они настроят и по системе продаж, и там взаимодействие с сотрудниками. А ты будешь вот, да, ну это, конечно, идеальная картина, но к этому надо стремиться. То есть какие, может быть, прикладные советы можно дать или какие-то решения в этой ситуации? Развивать личный бренд. Личный бренд, и всегда, когда вы общаетесь с клиентом, будь это клиент ваш, клиент компании, будьте с ним максимально… Потому что работают с вами, с вами, с вашей энергией, с вами, с вашими возможностями и с вашими знаниями. То есть если вы располагаете к себе, у вас там подвязанный язык, вы хорошо проявленная личность, с вами интересно работать, вы можете поддержать какую-то тему даже просто, да, то почему бы и не попробовать дальше развиваться в этом? И пусть даже это будут Яндекс.Услуги, дополнительные заработки к вашей работе, но это будет как дополнительные к вашей мечте. А там вы найдете людей, с которыми вы организуете команду. Я предполагаю, что это так. Давите в себе мизантроп, общайтесь с людьми, а там же сами решите оставаться в компании или уходить с командой на вольное хлеба. Продолжение следует...